Новые пыточные обнаружили украинские правоохранители на освобожденных от оккупантах территориях Харьковской области. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. По его словам, кроме украинцев, в застенках держали и иностранных студентов, которые пытались выехать на подконтрольную Украине территорию. Как мы рассказывали ранее, в Балаклее россияне устроили пыточную в одном из отделений полиции. Там оккупанты жили сами и удерживали пленных. Российские солдаты надевали маски на мирных жителей и пытали их оголенными проводами под напряжением. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов. Он вместе с коллегами проводил осмотр базы российских захватчиков на освобожденных территориях Харьковской области. И число погибших мирных жителей во время оккупации города Изюма Харьковской области может быть значительно больше, чем, к примеру, в той же Буче. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Он отметил, что, по словам местных жителей, под завалами домов могут находиться еще десятки тел. Население также подвергали пыткам и расстреливали. О каких военных преступлениях уже известно правоохранителям, прямо сейчас узнаем у главы национальной полиции Харьковской области Владимир Тимошко с нами на прямой связи. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня, по сути, весь мир узнал о еще одной страшной находке возле Изюма. Это массовое захоронение людей. Количество этих могил шокирует. Мы видели эти кадры ужасные. Их сотни. Кто захоронен там? Расскажите, пожалуйста. И правда ли, что среди погибших много детей? Об этом, в частности, рассказывают местные жители. В месте массового захоронения около города Изюм, которое было нами ранее установлено, и в котором сегодня следователями следственного управления национальной полиции в Харьковской области под процессуальным руководством прокурора в Харьковской области были начаты проведение следственных действий. Захоронены женщины, дети, мужчины, это мирные граждане, военнослужащие вооруженных сил Украины, военнослужащие террабороны. Грубо говоря, все версты населения, которые есть, все там, к сожалению, представлены. Мы лишний раз убеждаемся в том, что для русских ничего святого никогда не было и есть. Это дикари, дикие народы и дикими нравами. Сейчас мир будет это видеть. Мы максимально публично проводим следственные действия для того, чтобы мир это видел. Поэтому сегодня следственные действия были начаты в присутствии как украинских, так и зарубежных журналистов, представителей средств массовой информации. Владимир, а уточните, пожалуйста, вот сейчас есть уже некие первые результаты этой эксгумации? Известны ли причины смерти тех же детей, женщин, которых вы упомянули? В течение сегодняшнего дня было извлечено и осмотрено в присутствии судебно-медицинских экспертов 23 тела из отдельных захоронений. В этом месте, по нашим предположениям, находится минимум 400 тел. Кроме того, были извлечены 17 тел из одной братской могилы, в которой были сложные тела солдат вооруженных сил Украины. Из числа 23 жертв у нас установлены следы пыток, есть факты переломанных костей. На одном теле, на шее была веревка, что свидетельствует о том, что смерть носила насильственный характер. Кроме того, на телах двух военнослужащих руки были связаны, что также указывает о том, что они были расстреляны, скорее всего, и предварительно поддавались пыткам. В дальнейшем, в ходе судебно-медицинских экспертиз, будет установлен факт, какие именно пытки применялись к людям. — Уточните, пожалуйста, как долго может продолжаться эксгумация всех тех тел? 400 тел — это же огромный объем работ сейчас предстоит выполнить правоохранителям. — Да, объем работы будет огромен, но наша задача — скрупулезно документировать все, что сделали русские. — Поэтому цель не быстро извлечь с земли тела, хотя мы понимаем, что это также тоже необходимо хотя бы для родственников погибших. Цель — извлечь тела при этом процессуально правильно, соблюдение всех законных процедур, чтобы в дальнейшем данные протоколы осмотра места происшествия возможно было использовать в качестве доказательства как в наших судах, так и международных. — Владимир, да-да-да, продолжите. — Я думаю, что примерно минимум 2-3 недели мы будем этим заниматься. — Владимир, когда была освобождена Киевская область от российских оккупантов, и весь мир увидел все эти зверства, которые были совершены в Буче, тогда в морги Киевской области привозили огромное количество тел. И полицией, и волонтерами была создана группа в телеграм-канале, которая называлась «Погибшие на территории Бучанского района». И там, в частности, люди могли посмотреть фотографии тех найденных тел, чтобы найти среди них, возможно, своих близких, родных, родственников и так далее. Как сейчас будут обстоять дела с тем, как опознавать тех, кто захоронен в этом частности лесу? — Это одно из направлений нашей работы и одно из основных направлений работы, потому что родственники должны получить тела своих близких. Это наш долг перед нашими же людьми. Мы постараемся максимально быстро проводить как следственные действия, направленные для установления лиц и идентификации личности погибших, в том числе и путем отбора необходимых образцов для дальнейшего проведения генноманикулярных экспертиз. Экспертизы имеются в виду ДНК. Работа предстоит большая. Какое время это займет, я вам не скажу. Но могу вам обещать и констатировать, что мы максимум приложим усилий для того, чтобы устранить и идентифицировать всех погибших. — То есть мы правильно понимаем, что жители могут обращаться в полицию Харьковской области для того, чтобы уточнить, есть ли среди погибших их родственники? — Так, вы правильно понимаете. Мы будем максимально оповещать и о возможности такой связи. Будем распространять номера телефонов через средства массовой информации. Люди могут действительно к нам обратиться. Мы будем как помогать в том числе и принимать меры к идентификации. — Владимир, спасибо вам большое за эту информацию. С нами на связи был глава национальной полиции Харьковской области Владимир Тимошко. Продолжение следует...